Здравствуйте! В прошлой программе мы рассказывали о выращивании в теплице салата айсберг, прекрасной гвоздики полезного чеснока, и как в домашних условиях нужно ухаживать за овцами породы орошан. А сегодняшняя программа посвящается цитрусовым. Предприниматель Улугбек Каримов в своей теплице выращивает многие виды экзотических фруктов. Мы в теплице агрофермера Улугбека Каримова не в первый раз. Решили еще раз посетить маленькую Африку, чтобы почувствовать атмосферу тропического леса. Многие знают, что он уже давно занимается выращиванием цитрусовых. Это увлечение стало смыслом его жизни и отличным средством для хорошего бизнеса. В своей теплице я выращиваю 8 видов цитрусовых фруктов. Площадь теплицы 10 соток, и она разделена на несколько частей. Наши оранжереи функционируют и зимой, и летом. Если даже на улице зима и снег, то внутри всегда тепло, как в тропиках, и растут экзотические фрукты. Это создает такое ощущение, что вы попадаете в тропические леса, и растут здесь бананы, папайя, авокадо и манго. Папайя или дынное дерево растет в теплых тропических и субтропических регионах и живет более 25 лет. Начнем с бананов, вернее, с бэби-бананов. Эти ягоды, в отличие от тех, которые нам привычны с детства стандартных, совсем небольшого размера. И потому, по сравнению с обычными, королевские выглядят просто игрушечными. Размер удобен для тех, кто не привык есть бананы в большом количестве за раз, и особенно для маленьких детей. Но отличаются они не только размером, но и самими плодами под кожурой. Мякоть у недоспелых бананов с зеленой кожурой ярко-оранжевого цвета. И хотя по аромату это тоже бананы, аромат у них все-таки несколько отличается. А во вкусе зеленых недозрелых бананов довольно сильно ощущается привкус каротина, и поэтому кажется, что к ним примешался вкус, схожий с японской тыквой. У более зрелых бананов с желтой кожурой плоды сладкие, но по текстуре, по сравнению с обычными, королевские чуточку плотнее. Стоят эти малыши значительно дороже. Данное растение дает плоды через год после посадки. За это время из корневой коры вырастают еще маленькие ветки. И с разницей в 2-3 года дают плоды. Данное банановое дерево вырубается после первого года плодоношения. Да, дерево живет только один год, зато оно после себя подарит еще много поколений. Очень благородное растение. На данный момент собираем плоды. В теплицах можно использовать минеральное удобрение. Особенно это касается выращивания бананов в зимних садах и оранжереях. Срубаем деревья после этого стволы и листья, разрубаем еще на мелкие кусочки. А дальше идет процесс гниения. Полученное органическое вещество используем в качестве удобрения для самих же банановых деревьев. Все это ведет к повышению плодородности почв и созданию для растений, как живых организмов, благоприятных условий для существования. Все натуральное. Сам я, мы, хочу, чтобы продукты, которые употребляет моя семья и соотечественники, были экологически чистыми. Были ли химические вещества во времена наших предков? Нет, не было. Да и не арбузы и другие фрукты выращивали без химических элементов так, что от них язык растрескивался. Я намерен выращивать натуральные фрукты, как наши отцы и деды. Стараюсь жить по принципу питаться исключительно чистыми продуктами. Банан относится к категории тропических растений. Для него требуются высокие показатели влажности воздуха – минимум 50%. Из-за меньшей влажности и наличия горячего и сухого воздуха возможно подведание растения. Для посадки банановой рассады сезон не имеет значения. Можно высаживать в любое время года. Главное, чтобы температура в теплице не опускалась ниже 10 градусов. Тогда она будет хорошо цвести и отлично расти. Можете сажать осенью, зимой, весной и даже летом во время чили. После посадки нужно полить. В течение 15 дней и одного месяца следует посыпать амофос. Расстояние между деревьями составляет 2 метра. Ширина 1 метр. Сажать нужно в шахматном порядке. Одно дерево плодоносит год, а на следующий год его нужно удалить. Как вы уже знаете, под ними вырастают дети, то есть новые саженцы. Смотрите, вот так цветет банановое дерево. Постепенно появляются плоды специфической формы. Потом цветение постепенно уменьшается в размере. Самый малый вес составляет 10 килограммов. Доходит и до 30, 40 и даже 50 килограммов. Продается в килограммах. На самом деле в Эквадоре саженцы дают плоды после 8 месяцев посадки. В связи с климатическими условиями нашего региона этот срок увеличивается примерно на один год. Молодые побеги тоже постепенно начинают давать урожай. В наших теплых краях, несмотря на обилие фруктов, бананы пользуются особой популярностью практически круглый год. Настали времена, когда бананы стали доступны наравне с яблоками и уже не воспринимаются как экзотические фрукты, точнее ягоды. Но вот маленькие королевские бананы не столь распространены и бывают в продаже и во всех супермаркетах. Это вырезается вот таким образом. Вы пришли в тот момент, когда наши бананы поспели и собирается урожай. Плоды нужно срезать аккуратно. Обычно перед тем, как взять, собрать их, мы срезаем большие листья, стелем на землю и на них кладем ягоды. Кстати, банановые листья используют и в других целях. При их помощи изготавливают некоторые популярные блюда в национальной кухне Индии, Таиланда, Филиппин. Тропические плоды нужно срезать поэтапно, как я это сейчас делаю. При использовании ножниц или секатора необходимо быть осторожным. В противном случае можно повредить ягоду, которая потом будет чернеть. Я торопился и в торопях нашел ножницы с короткой рукояткой. Поэтому медленно, не повреждая бананы, отрезая их. Вам видно? С места среза вытекает жидкость и нельзя допустить ее попадания в одежду, так как потом на ткани появятся пятна. Можно использовать вот такой специальный кинжал. После сбора урожая этим же кинжалом полностью срезается и банановое дерево. Дерево на 99% состоит из воды. Поэтому острые предметы втыкаются без проблем, и, конечно, срезать их очень легко. Хорошо, если оставите на месте произрастающие внизу побеги. Перемещение не обязательно, а если все-таки придется перенести их в другое место, то плоды будут меньшего размера, чем обычные. Оказывается, на этой теплице невозможно выращивать традиционные бананы, потому что их рост будет значительно выше. Эти очень приспособлены к нашему климату и таким условиям. Да, традиционные бананы не приспосабливаются к нашему климату. С трудом дают урожай только на третий год, но все же есть такие энтузиасты, которые настырно стараются выращивать. Тем не менее, это не получается как оригинал. Не оправдывает ожидания, сгнивает быстро. Многие сажают сорт Ж9. Я тоже попробовал посадить. Он не оправдал мои ожидания. Но вот Би-Би банан хорошо приспособился и отлично себя чувствует. Хотелось бы еще отметить, этот сорт банана дает урожай, даже если он растет в горшке. Взгляните на эти горшки. Саженцы в них готовы плодоносить. Это сорт, который растет в горшке после посадки в землю, тоже неплохо растет. Приезжали специалисты из Эквадора, чтобы увидеть нашу теплицу. Они были очень удивлены, узнав, что кисть бананов весит 30-40 килограммов. У себя на родине вес составляет всего 10-15 килограммов. Это связано с тем, что у нас прекрасная почва, отличная вода. Для их развития в воде и почве предостаточно микроэлементов. По мнению специалистов, обязательно нужно мыть бананы. Беря в руки киви или бананы, мы, как правило, не думаем, что их нужно помыть перед чисткой. Казалось бы, для чего это делать? Ведь шкурка в любом случае полетит в ворну. Но оказывается, что грязь и бактерии могут оказаться на съедобной части плодов. Бизнесмен говорит, что не все знают об этом. И вообще детки могут взять и скушать ягоду. Лучше он сам отправит потребителям в чистом виде. Банановые деревья в данный момент все зацвели и по очереди дают урожай. Прошло 15-20 дней, как стало цвести вот это дерево. С этой стороны, которое было, мы убрали. Маленькие его ростки начали плодоносить. Вот это, которое вы видите, будет готово к Новому году. А последующие будут готовы к весне. На этой стороне тоже. Мы убираем такие части, чтобы они не разлагались. Красивое цветение придает тропический вид и смотрится великолепно. Прекрасные соцветия украшают в течение долгого времени. В этой части теплицы можно увидеть цветущее дерево. Подойдите сюда с камерой. Снимайте с близкого расстояния. Отсюда видно четче. Видите? Из-за того, что температура в теплице опустилась ниже уровня, дерево не справляется со своей задачей. Мы в этом поможем дереву. Вырубим отверстие. Оно зацветет и даст плоды. Таких деревьев достаточно в нашей теплице. Идите сюда. Здесь тоже есть наше участие. Снимайте с этой стороны. Хороший кадр получится. Будет замечательное цветение. Внутри цветка будут семена. А эта кисть поспела на дереве. Попробуйте его на вкус. Иногда мы не замечаем, как в некоторых местах созревают бананы. На этой стороне посажено авокадо. В центре плода этой культуры находится настолько крупное семя, что его не сможет съесть ни одно дикое животное. Выращивание этих плодов легче, чем выращивание томатов и огурцов. Вы знаете, что банановые деревья можно посадить в горшки и получать неплохой урожай. Приготовили это для заказчиков. Скоро должны забрать. Для употребления в свежем виде пригодны только бананы, снятые незрелыми и дозревшие в искусственных условиях. Так как, вызревая на растении, они становятся невкусными, пресными, расходуют полезные вещества, кожица их теряет целостность и мякоть повреждается. Причина, по которой мы срываем их в зеленом виде, заключается в том, что доставить их до адресата в хорошем состоянии, чтобы на столе потребителя имели товарный вид и вкус. Если дождемся, пока пожелтеют, плоды могут поспеть. Если собрать банан именно в таком зеленом виде, он созревает в течение пяти дней. Поэтому мы собираем, когда остается примерно пять дней до созревания. Полтора месяца назад зацвело дерево, а теперь плоды поспели. На восьми сотках из десяти высажены банановые деревья, на двух сотках клубника. Сейчас количество банановых деревьев составляет примерно тысячи штук. В самом начале было высажено 200 штук этой культуры, и при учете количества ростков сегодня эта цифра увеличилась в несколько раз. Есть много способов орошения банановых деревьев. Мы использовали разные по составу воды и пришли к выводу, что банановые деревья любят речную воду. Из-за большого количества микроэлементов в речной воде деревья растут хорошо. А все потому, что в речке живут рыбки. Мы хотели, чтобы под рукой была именно речная вода. Вот так вот у нас и появились карпы-кои. Помимо ухода за растениями, агрофермер увлекается еще и разведением рыб. Это великолепные, необыкновенно красивые карпы-кои. Идемте, я покажу вам свои бочки-аквариумы. Мы и сами начали выращивать рыбу в целях получить речную воду для орошения цитрусовых. А еще потому, что у нас в теплице есть неиспользуемые части земли. То есть при замене воды в бочках мы поливаем все наши культуры этой водой. И вообще, я очень люблю этот вид рыб. Рыбы-кои живут 20-35 лет. Отдельные особи доживают до 50 лет. Карпы-кои, или более точно парчевый карп, декоративные. А домашненные рыбы выведены из амурского подвида сазана. Карпом-кои считается рыба, прошедшая 6 селекционных отборов. После чего ей присваивается определенная категория. Емкость каждой бочки составляет 1 тонну. Внутри размещено по 100 рыб. Количество бочек 17. По мере роста рыбы и для большего пространства для них, размечаем бочки по 30 штук. Озерные рыбки очень красивые. Когда смотрите на них, поднимается настроение. Еще их можно пожарить. Но в отличие от обычных рыб, цена немного высока. Потому что мы их покупаем подороже, чем обычных. Вода внутри бочек должна находиться под постоянным контролем. Не должно снижаться ниже 13-14 градусов. Температура в теплице сейчас составляет 16 градусов. Поэтому они чувствуют себя хорошо. Если вдруг снижается температура воды, то эти рыбы перестают есть. В результате они засыпают и перестают расти. Снимайте наших рыбок поближе. В каждой бочке разные по размеру карпы кои. Вода, конечно, немного мутная, но тем не менее их хорошо видно. На самом деле это норма. Всегда лучше недокормить, чем перекормить кои. Многие любители кормят очень много и неподходящим для сезона видом корма. Мы вот так кормим наших рыбок. Достаточно, чтобы на одну бочку. Класть на такой крышечке много не надо. Зимой один раз в день, а летом три раза в день. Если вдруг забудете их накормить, ничего страшного, они не погибнут, выдерживают голод в 2-3 дня. Меня и раньше интересовала аквариумистика, поэтому сначала изучил информацию в интернете по данному направлению. Я узнавал, какие виды рыб можно выращивать вот в таких условиях. И это я смог осуществить. Мне удалось самостоятельно приумножить количество рыб. Оказывается, это тоже несложный процесс. Я сначала купил на рынке 22 штуки. Потом дополнительно приобрел еще у своего знакомого по имени Мирадел. Он научил и помог советами, как нужно ухаживать за рыбами. В настоящее время у меня насчитывается более тысячи штук. С этой стороны есть и зимняя свежесть. Корейский сот клубники Сальхьян. Банановод Улукбек старается максимально использовать каждый клочок земли. В банановом раю, кроме тропических фруктов по краям теплицы, где не смогут вырасти высокие деревья, посадил еще и вкусную ягоду-клубнику. Сегодня 25 декабря, и у нас поспела клубника сорта Сальхьян. Как раз собираем ягоду. Сейчас отправим это на базар, там ждут наши постоянные клиенты. Клубнику выращивать тоже несложно. Самое главное – удерживать тепло в теплице. Метод выращивания этой клубники не отличается от традиционного сорта. Иногда возникают трудности, когда растения могут заболеть, а так особого отличия нет. Какие здесь ягоды сочные и блестящие. Запах чувствуется прям при входе в теплицу. Раньше клубнику ели только весной. Это был короткий клубничный сезон. Теперь все 12 месяцев в году можно приобрести на рынке или супермаркете и полакомиться. Одним посаженным кустом можно пользоваться несколько раз. То есть делаем саженцы из появившихся внизу побегов, удаляем старые и сажаем новые рассады. Клубника дает плоды через 40 дней после цветения. За год из этой теплицы хозяин получает хорошую прибыль. Благодаря этому он построил новый дом, дал образование своим детям. Есть все то, что нужно для нормальной жизнедеятельности. Для меня совсем нетрудно выращивать цитрусы. Если вы будете ухаживать за растениями и деревьями в целом, отдавая всю свою любовь и внимание, вовремя делать агротехнические работы, вам будет легко добиться ожидаемого результата. Лично у меня нет свободного времени. Каждый мой день проходит содержательно. Я работая отдыхаю. Моя мама занималась с удовольствием. Сейчас, к сожалению, ее нет с нами. Также мой отец любил земледелие. Продолжая работу своих родителей, можно сказать, что это отцовская профессия. Есть такая поговорка, что для мужчины мало иметь 40 профессий. Я придерживаюсь того же мнения. Создаю прекрасные сады, люблю животных. Кто-то любит строить дома, а кто-то увлекается автомобилями. А я люблю зеленые насаждения, поэтому занимаюсь созданием прекрасных зеленых зон. Теперь хочу показать вам наш зимний сад. Посажены папайя, банан, красный банан, мандарин, апельсин, манго, авокадо. В этой теплице мы в основном экспериментируем. Я бы сказал, что это площадка, где мы проверяем, насколько адаптируется то или иное дерево к нашему климату. В самом начале здесь я разможал именно бананы. По сравнению с той теплицей, температура воздуха здесь немного ниже, примерно на 5 градусов. В течение года наши папайи приобрели вот такой вид. Вначале рост деревьев составлял полметра. Уже в этом году мы собираем и продаем плоды. На самом деле все фрукты имеют множество полезных свойств. И каждый служит для какой-то цели. Папайя является одним из таких фруктов. Спелые плоды дынного дерева могут обеспечить человека стопроцентной суточной нормой витамина С и 60% нормой провитамина А. Кроме того, он содержит кальций, магний, калий, натрий, железо, фосфор и многие другие микроэлементы. Здесь высажены еще три вида лимонов. Апельсинов и мандаринов по два вида. Я не могу ни выразить, ни описать запах нашего красного апельсина. У него невероятно тонкий аромат. Здесь можно насладиться пением различных птиц. Настоящая благодать, впечатление полной гармонии с природой. Улукбек пояснил, что и пение птиц, и нужная температура воздуха необходимы для роста и развития растений. Они создают живую атмосферу тропических джунглей. Я здесь раньше и курсы держал. Сейчас они находятся на территории участка нашего дома, в котором проживаем. Почему эта теплица украшена вот такими камнями? В холодные дни через окна падают солнечные лучи, в результате камни нагреваются, и будет от них исходить тепло. И это тепло сохраняется долгое время, поэтому здесь нет установок подогрева. Если обратить внимание на верхнюю часть данной теплицы, натянута клеенка, и по сравнению с первой теплицей она значительно выше. Высота составляет 4,5 метра. Для выращивания авокадо и папайи необходимо иметь теплицу высотой около 5 метров. Поскольку высота той теплицы составляет 3,5, там не выращивают папайю или авокадо. В противном случае верхушки деревьев достигнут самого верха помещения. Эти деревья здесь отлично растут и дают очень хороший рожай. У меня растут несколько видов папайи, если быть точнее, 3 вида. Плоды этого вида мелковаты по сравнению с другими видами, но зато плодоношение отличное. Хорошо продается, доставляется на дальние расстояния без повреждений. Вес одного экземпляра фрукта примерно 400-500 граммов. Папайя любит воду. До верхушки дерева есть плоды. На этом месте около 40 килограммов фруктов. Видно, что папайя является королевой этого зимнего сада. Здесь посажен еще один сорт папайи. Его формы напоминают дыню. Из-за того, что деревья были посажены близко друг к другу, в результате опыления форма плодов на верхней части стала кругловатой. Отсюда можно понять, что деревья нужно сажать немного подальше друг от друга. На этой стороне растет апельсин. Возраст посаженного в горшок апельсина 5-6 лет. Аромат данного апельсина более насыщенный по сравнению с традиционным сортом. Он не до конца созрел. При полном созревании приобретает красный цвет. Продолжаем тему папайи. Папаин, то есть плод дынного дерева, используется в пищевой промышленности для мариновки мяса, приготовления пива и изготовления жевательной резинки. В медицине применяется для лечения подагры, заболеваний суставов и сердечно-сосудистой системы. В текстильной промышленности используется для производства шелка и смягчения шерсти. В косметике из него делают хорошего качества мыла и шампуни. Теперь обратим внимание на третий вид папайи. Он более крупный сорт. Его вес достигает 1,5-2 килограмма. Вот этот весит примерно 1 килограмм. Если бы теплица была теплее, выросла бы еще больше. Здесь прохладно, поэтому плоды небольшие. Вон там сорт лимона ташкентский, а это мандарин. К сожалению, вы не застали наши мандарины, они кончились. Теперь опять будет свистеть. Вот это мои папайи. Лугвек утверждает, что вкус папайи, выращенные у нас, гораздо более сладкий. Если привезти любые цитрусовые и выращивать в Узбекистане, плоды будут слаще, чем те, что там у себя на родине. И с ней точно такая же история. Он сам лично пробовал плоды, выращенные в обеих странах. Говорит, все равно наша лучше. А вот красный сорт банана. В прошлом году красный банан зацвел, но, к сожалению, развития дальше не было. Видимо, не подошел нашему климату. Я пытаюсь снова выращивать. Уже прошел год. С нижней части появился отросток. Очень надеюсь на плоды в этом году. Бизнесмен гордится своим зимним садом, где тропики царствуют круглый год. Здесь дружно соседствуют и довольны друг другом экзотические растения. Папайи, банан, лимоны, мандариновое и апельсиновое дерево. Это авокадо. Высаживали ровно год назад. У нас еще есть манговое дерево. В горшках было много саженцев. После посадки в землю только один из них удалось сохранить. А это финиковая пальма. Уже прошел год с момента посева. В течение двух-трех лет станет ясно, даст она плоды или нет. Пока в наших условиях никому не удавалось вырастить плоды финика. Получится ли у нас? Посмотрим. А еще будем ждать и манговое дерево. Я стараюсь поддерживать температуру стабильно. Не секрет, что вкус лимонов, выращенных у нас, намного приятнее, чем тех, что выращены на их родине. На этой стороне плодоносит сорт лимона юбилейный. Только вчера собирали урожай. На дереве осталось несколько штук. Специально оставил, чтобы вы смогли его видеть и заснять. Он и сейчас свесет. Сорт юбилейный получен у нас в Узбекистане путем прививки лимона сорта ташкентский на сорт новогрузинский. При этом одна из веток начала быстро расти и давать гигантские плоды весом до 1 килограмма и более. А это очень редкое явление гигантизма среди растений. Я спросила оба нанавода, сложно ли выращивать цитрусовые и вообще разные фрукты и ягоды на одном месте. Говорит, лично ему это совсем не сложно. Он так увлечен, что вообще не испытывает трудности в выращивании. В его практике не было, чтобы растения препятствовали росту друг друга. Все культуры дают богатый урожай. У нас в этой теплице всегда есть работа. Мы с членами нашей семьи все время в движении. Мои сыновья и племянники приходят после школы и помогают. А еще ухаживают за птичками, рыбками. Как мы видим, сегодня наши предприниматели умеют выращивать не только обычные овощи и культуры, но и совсем экзотические растения и фрукты. Они экспериментируют с экзотикой и в этом деле добиваются лучших результатов. Садоводы создают идеальные условия для выращивания бананов, мандаринов и прочих заморских культур. В таких условиях экзотические фрукты могут расти хоть круглый год. Если вы тоже решили выращивать экзотические овощи и фрукты круглый год, следует прислушаться к советам таких опытных людей, как Лухбек Каримов. Имейте в виду, экзотические плоды требуют нужного ухода и, конечно же, особого внимания. Но ведь для этого мы и выращиваем экзотику, чтобы проверить свои навыки и силы.